В формате ковидного госпиталя продолжает частично работать госпиталь ветеранов войн на Кузнецова, 26. Усилить защиту и облегчить работу медикам решили за счет поставки нового оборудования. Шесть кислородных концентраторов появилось в арсенале здравницы. Всего их сейчас 26. Каждый концентратор предназначен на двух пациентов, что очень удобно. Показывает, что кислород идет, проходит через увлажнение, и здесь уровень. Там концентратор на 10 литров в минуту, то есть здесь можно будет регулировать литраж. Аппарат очищает кислород от примесей, концентрирует его и подает для дыхания. Когда у пациентов наблюдается недостаток кислорода, их сразу подключают к кислородным концентраторам. Дополнительное техническое оборудование поступило за счет федерального финансирования. Второе, что мы получили, это центробежный аэрозольный аппарат, который предназначен для обработки для аэрозольной дезинфекции помещений всех. Очень хорошо для дезинфекции заключительное. Большое подспорье именно для ковидной инфекции. В настоящее время все усилия брошены на подавление вспышек коронавирусной инфекции. Ежедневно в госпиталь поступает от 6 до 12 пациентов в легкой и средней степени тяжести. Более 70% – пациенты старших возрастов. Оказывают медицинскую помощь 14 врачей, 24 медицинские сестры и 24 человека младшего медперсонала. Валентина Сытник вместе со своими членами семьи была госпитализирована с ковидом. С первых минут пребывания в госпитале ветеранов войн она отметила индивидуальный подход к каждому. После выписки благодарит персонал за отзывчивость и внимательность. Более 10 дней я здесь находилась, но с лекарственным проблем никаких не было. Вы знаете, да, наверное, и не было бы по-другому. Все системы были подставлены, мы даже просили. И по нашим просьбам, учитывая наше состояние индивидуальное, лично каждого, ставили систему без проблем. То есть не было никаких перебоев абсолютно. С мая 2020 года госпиталь ветеранов войн был перепрофилирован по доказанию медицинской помощи пациентам с ковид-19 и подозрением на него. До 15 марта этого года в медучреждении было предусмотрено 184 ковидные койки. В настоящее время в связи со значительным снижением количества заболевших 84 койки были обратно перепрофилированы для оказания профильной медицинской помощи по направлениям терапия, хирургия, гириатрия и неврология.